Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы – компания МТС. Ничего, ничего, ничего. Ничего, ничего, ничего. Сабля, пуля, штыки, всё равно. Ты родимая, да ты дождись меня, и я приду. Пленум с Еленой Шмулевич. Здравствуйте, это Пленум. И сегодня я дождалась в гости замечательных совершенно людей. Это Сергей Александрович Доронин, депутат Государственной Думы, партия «Справедливая Россия». И Владимир Васильевич Крешетов, глава города Кирово-Чепецка. Люди совершенно внутри, собственно говоря, того вопроса, который мы сегодня будем обсуждать. Обсуждать мы хотим сегодня муниципальную реформу, предложенную депутатами Государственной Думы к первому чтению, насколько я понимаю, ровно сегодня. И я в трёх словах буквально скажу, что эта муниципальная реформа, так или иначе, но фактически лишает нас права прямых выборов мэра. Это одна сторона. Есть другая. Инициаторы реформы говорят о том, что местная власть станет ближе к народу. Будет ли от этого хорошо или нет, мы попробуем вместе как-то понять. Пока закон не принят, и это здорово. То есть, хотя бы иллюзия того, что повлиять мы можем каким-то образом на то, что... Да, я сразу скажу, что депутаты городской думы Екатеринбурга присоединились к депутатам Казани, заявив о том, что реформа неконституционна и не имеет права быть принята. Они обратились к Госдуме с просьбой не принимать этот закон, либо принять его в каком-то всё-таки несколько другом виде. Но вот пока мы говорим о том, что так или иначе основа этой реформы – это изменение структуры власти и изменение нашего влияния на неё, то в первую очередь, наверное, вот я предлагаю просто коротко послушать так называемый «глаз народа». У нас всегда бывает в начале программы. Это наш уличный опрос. Мы не претендуем на какое-то там исключительное понимание того, что происходит. Но это хороший средств людей, которые вот что-то думают по этому поводу. Давайте послушаем, что. Знаете ли вы что-либо о планирующейся муниципальной реформе? Ну, пока нет. Нет, не слышали. Нет, слышу впервые на самом деле. Так, ну, скорее нет, чем да. Нет. Мэр города должен выбираться или назначаться? Наверное, лучше это, когда народ выбирает. Выбираться людьми должны. Я считаю, что они всё равно должны выбираться народом. Если тут проводить соцопросы и референдумы, это очень затратно. Они так или иначе в любом случае выбраны народом. Вы однозначно должны выбирать граждане. Горожане. Вы ходите на выборы? Конечно, хожу. Да, конечно. Да? Да. Хожу. Доверили бы вы выбор мэра города депутату, за которого голосовали? Нет, наверное. Народ лучше выберет. Нет, я бы всё-таки хотела, чтобы выбирали сами жители. Возможно, да, но не все. Наверное, всё-таки, чтобы сами жители выбирали. Не доверил бы. Как думаете, почему в проекте муниципальной реформы не предусмотрены всеобщие выборы мэра? Но если они нам не доверяют, как народу своему, так почему тогда мы-то им должны доверять? Свои цели преследуют власти, своих людей ставят на места. Им это удобнее и выгоднее намного. Побоюсь пока, что народ будет компетентно всё это выбирать. Но очень жаль. Здесь, скорее всего, какие-то свои политические игры. Наверное, считают, что народ политически мало подкован, безграмотен. У меня вопрос к Сергею Александровичу. Вы, я думаю, что хорошо изучили этот документ, этот проект. Возможно, в нем есть какие-то плюсы, кроме тех минусов, которые мы все видим и вопим о том, что нас лишили прав и свобод. Хотя я считаю, что это низко. Есть конституция, которая не предусматривает ухудшения прав и свобод граждан. А я считаю, что если раньше можно было выбирать, а теперь нельзя, то это ухудшение свобод и прав. Ну, Лена, я, наверное, с вами соглашусь. То есть, действительно, есть запрос сегодня у общества, но в первую очередь, на мой взгляд, это запрос не выбора системы выборной, да, а это запрос на честные, справедливые выборы. И, к сожалению, во главу угла я бы поставил вот этот вопрос в первую очередь. А вы согласны, что справедливые, честные выборы проще отследить, чтобы они были честными? Даже не так. Так, проще сделать выборы нечестными, когда меньшее количество людей в них принимают участие. Словно говоря, если там 30 депутатов голосуют, то с ними договориться проще, разве нет? Я все-таки считаю, что нам необходимо, в первую очередь, идти по пути устраивания системы, самой выборной системы, в сторону честности, справедливости. Вот с этого надо начинать, а не с самой уже внутренней системы выборов. А как вы предлагаете с этого начинать? Вот что конкретно нужно сделать? Ну, необходимо, я считаю, в первую очередь, первым лицам государства, а именно президенту, сделать посыл и чиновникам, и административной всей вертикали власти, которая сегодня выстроена. Я считаю, что за фальсификацию, инсинуацию, значит, нечестность в день голосования, значит, ответственность вводить очень серьезную. И я думаю, что можно выстроить у нас систему достаточно честную и справедливую по выборам. Ну, а затем уже идти, значит, в саму технологию выборов глав муниципальных поселений, значит, депутатов. На мой взгляд, та система, которая работала вот до предложенной партии «Единая Россия», вот этой новой реформы муниципальной, я считаю, что она достаточно была, ну, качественная в плане и выборов. И, значит, у нас избирались депутаты муниципальных в районах, значит, если говорить сейчас о формировании районной думы, то были округа сформированы как раз от, значит, поселений. Депутаты напрямую избирались, и не было вот этой многоступенчатой системы, я считаю, во-первых, это достаточно затратная система, во-вторых, у нас еще избиратель к старой системе не привык и до конца не разобрался, потому что, ну, сложно человеку, обывателю простому разобраться в этом во всем, да, и мы уже меняем правила игры, а у нас неоднократно это было и с выборами в Государственную Думу. Мы до 2004 года избирались по, значит, так же точно по одномандатным округам, затем партия власти решила поменять систему, сделали 50% от списочной системы, потом 50% одномандатной. Два срока избирались по этой системе, сейчас обратно поменяли все, значит, поняв, что все-таки та система, когда выбирается там по спискам и так далее и тому подобное, она не, ну, исчерпала себе, она некачественна. Поэтому вот эти выборы, вот эту систему выборную, на мой взгляд, которую предлагает сегодня партия Единая Россия, она совершенно не приживется в Российской Федерации, она очень запутана и, правильно вы сказали, она полностью выхолощена. То есть в районах, в городах будут собираться и формироваться Думы, либо по партийному признаку, мы сейчас не будем говорить, от какой партии, я думаю, радиослушатель понимает меня, да, и система будет... Нет, там еще могут по-соседски очень по-своему разобраться, вот это вот станицы всякие, пущевские, это вот отсюда. Да, мы будем переходить просто, я считаю, к клановой системе выборной, у нас будут кланы, значит, по партийным признакам, по, не знаю, там, по-соседским, по каким-то еще, да, ну, система выхолощенная совершенно, и она не будет никоим образом работать на избирателя, я считаю. Владимир Васильевич, а вы что думаете? И вот там был вопрос, да, очень, на мой взгляд, мы показательные ответы получили от совершенно разных людей. Я могу сказать, я очень благодарна Владимиру, который, журналистах Москвы, который делает этот опрос, он старается совершенно разных людей брать, да, то есть там вот есть всякие. Ну, вы слышали приблизительно одинаковые ответы на тему, кому и зачем это нужно. Давайте поговорим, вот кому и зачем это нужно, может быть, польза какая-то есть от этого. Когда-то Маяковский сказал, если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Да, вот те еще звезды. Так, в принципе, в принципе, любое деяние, любое начинание кому-то нужно. Другое дело для чего? Да, вот для чего, для чего. Вот для чего? Да. А для того, чтобы окончательно все запутать, всех запутать, и уже распутать тогда невозможно будет. И вообще у меня такое впечатление, чем хуже, тем лучше для некоторых. Понимаете, естественно, что вот не любят сейчас, когда, а я часто вспоминаю Владимира Ильича Ленина, который сказал, а не самое плохое лицо и личность, к которому можно обратиться, потому что человек гениальный был для своего времени. Так, говорите, Владимир Ильич, как будто вы лично с ним знакомы, провели много вечеров. Да, лично, лично, лично знаком, и не то что вечеров, лет провел очень и очень много. Читайте Ленина, и будете лично знакомы. Вот к тому, к тому он сказал, что в массе народ всегда умнее самых умных личностей, понимаете? А как раз этой массе умных людей уму народному не доверяют. Говорят, да ерунда, депутат-представитель это сделает лучше, не чем народ. Вот проще, да, я согласен. Это проще избрать, ну, тремя, допустим, одного, да, ничем будет избирать тысяча, тоже одного. Проще и организационно, и технически второй вариант проще, чем первый. Я думаю, что дело не в процедуре, боюсь, я отрибью на секунду. Конечно, дело не в процедуре. Под процедуру это только косят вот здесь. Больше говорят о процедуре, но не о сути. А я-то говорю о сути. Конечно, самый лучший и самый легитимный выбор, который исходит от большинства. Правда? Правда. Но эту правду в данном случае не хотят. Но я вообще не понимаю, как когда-то Геббельс сказал, когда я слышу слово «интеллигент», у меня рука тянется к пистолету. Так вот сейчас, когда я слышу слово «реформа», у меня руки тянутся к карманам, к кошельку. Ну, точно выворотят последние, понимаете? Так и здесь, так и здесь объегорят всех вот с этой реформы. Да давайте мы проведем одну. Ну, избирали, избирали. В законе было записано два способа, два способа выборов. Значит, и так, и сяк, нормально, даже три способа выборов. Так давайте обкатаем это, давайте поживем при этом, давайте посмотрим при этом. Причем тогда, тогда, но у нас ведь в России как делается. Большому начальнику очень понравилось, чтобы все-таки депутаты избирали глав администрации. Давайте мы порекомендуем, а рекомендует у нас, знаете как, порекомендуем, чтобы тут все как один вот пошли по этому направлению. Но ведь там способ был, чтобы главу, главу избирать всем народом. Я не буду сейчас полемизировать о том, глава какую власть представляет, представительную или исполнительную, это другой вопрос. Но выборы главы было предписано двумя способами, было, было. Но коль депутатами, значит, это и представительную, значит, представительную власть представляет, поэтому тут все четко. Ну и что, лучше от этого? Да нет. Но самые главные вопросы, что так, что сяк, не решаются, во всяком случае, для муниципалитета, но для того, чтобы не решать, а главные, главные всегда, главные, главные вопрос, вопрос о сути власти, да, и финансовый вопрос. Я говорю о финансовом вопросе. В бюджетном кодексе была такая запись, она и есть сейчас, что должна быть на Руси установлен уровень минимальной бюджетной обеспеченности по душевой для муниципалитетов. Так сколько это положение существует? На сегодня этого положения не реализовано. Никто и не собирается это, потому что это трудно. Потому что это, знаете, и уровень нужно достичь определенной экономического состояния. Да и потом трудно оценить минимальный уровень бюджетной обеспеченности муниципалитета. И тогда не будет этих каких-то псевдовыдуманных, понимаете, инструкций, методикой и прочее. Сколько кому дать, да как тут дать, да и прочее. Должны будут все в одинаковых условиях существовать. Тогда не будет, понимаете, супербогатых, вот таких. Но богатых нет своего труда. А по другим принципам. Ой, ну нет, вот это сейчас взять и поделить, да, вот это вот взять и поделить. Опять вы на уровень Шарикова. Ну что за, вот опять упрощенничество до чего. Вот, слава богу. Что значит одинаковый Владимир Васильевич? Что значит? Булгаков когда-то написал пародию, пародию на то время. И в том числе на мышление человеческое, кто как марксизм понимает. Так вот, Шариков, которого небезызвестный профессор Преображенский сделал из собаки и морального и умственного урода, да. Вот симбиоз такой, он сказал, что поделить и повторяет это. Владимир Васильевич, по мнению Шарикова уже давно есть другие мнения, почитайте Пелевина, но мы сейчас, у нас не литературный спор. Я хочу сейчас о другом поговорить. Вопрос вот этого равенства, да, и братства, он стоит изначально всегда и везде. Ну что такое, если люди сидят в деревне и пьют, а не говорите мне, что таких деревень нет, да, то почему они должны жить точно так же, как те, которые там в промышленном каком-то небольшом райцентре пашут на каких-то заводах? Леночка, простите, пожалуйста, при всем уважении к вам и даже любви, но я ведь не говорил, вот вы уже за меня придумали. Я сказал, вы не услышали фразу по труду, вы не услышали, вы не услышали ее. Лена, я бы, наверное, хотел вот немножко попроще высказать мысль Владимира Васильевича. Он имел в виду неравенство само по себе взять и поделить всем поровну, да, а он имел в виду, что больше полномочий все-таки на местах должны иметь, в том числе и в плане финансирования и бюджетирования процессов. Почему, допустим, город Кирово-Чепецк, на территории которого находится самый крупный налогоплательщик, Кирово-Чепецкий химкомбинат, должен получать крохи со стола или там кость с барского стола, да, при распределении бюджетных денег. То есть каждому по труду там, по тому, что он дает бюджет, адекватно должна и муниципалитет или там город получать вот те деньги. Я так понимаю, Ваня Алексеевича имел в виду это. Мы же с вами, Лена, вот ехали сюда и говорили, и вы говорите, мне так нравится принцип каждому по вере, да? Но это же по вере, по усилиям его души, да, и головы, а не по тому, сколько мочей, понимаете, в земле находятся на ее территории, правда? Да, я согласна. Вы знаете, вот я видела пример совершенно потрясающего муниципального управления в Швеции. Если кто-то вот из вас имеет такие примеры, да, я с удовольствием выслушаю, потому что это потрясающе. Коммуны решают все. Они решают, как и почему учить детей, сколько денег на них тратить. Они решают, значит, если они говорят, провозглашают о том, что они защищают этнические особенности там какого-то народа, да, то они считают это нужным подтвердить. Моя подруга приехала, вышла замуж, и у нее есть русская девочка от первого брака. Так вот, они были обязаны найти этой девочке, учителя русского языка, чтобы ребенок не потерял. Она единственная русская в этом там городишке небольшом, да. Если они говорят о том, что мы должны обеспечить безопасность детей, у нас есть правила дорожного движения, все дети должны быть в велосипедных шлемах кататься, то в поликлинике каждый год ребенку дарят этот велосипедный шлем. Если они говорят, что наши дети должны жить хорошо и счастливо, независимо там от доходов родителей, от того, у кого они родились, да, то они абсолютно все делают для детей бесплатно. Речь идет о бесплатном питании. Есть дети из мигрантских семей, которые дома не доедают, и учителя видят, сколько они набирают в столовке, потому что там это не ограничено. Их все равно накормят, они все равно будут так же сыты, да. Это, наверное, тот хороший минимум, о котором мы говорим, бюджетный ли он или еще какой-то. Но невозможно быть счастливым, когда вокруг тебя помойка. Невозможно быть довольным от того, что ты сыт, если вокруг тебя голодный, и тебе рано или поздно станет кому-то противно, кому-то жалко, кому-то захочется помочь. Но в любом случае, кому-то стыдно, да. И это то, о чем, да, наверное, мы можем говорить. Но как, простите, может на это повлиять муниципальная реформа, я не понимаю. Что происходит, кого дурят и зачем? – Всех дурят. – А если я участвую, у меня вот… – Всех дурят, чтобы все мозги, душа отодвинуть от тех главных и злободневных вопросов, которые вы, кстати, обозначили вот сейчас существо. И образование, и здравоохранение, и учеба, и элементарные условия жизни и прочее, прочее. Чем больше все это дело запутать, сегодня одна реформа, завтра выдающийся ум России выдумает еще одну и скажет, что это плохая, давайте-ка принимать следующее. И так вопрос бесконечный. – Сергей Александрович, строится вертикаль, да, правильно мы понимаем? – Лена, она уже давно выстроена к огромному, моему сожалению, может быть, да, да поймут меня правильно наши радиослушатели. Я думаю, что, в принципе, вот продолжая, не буду цитировать Маяковского, да, наверное, скажу там, наши руки не для скуки, для любви и сердца, вот поэтому тут столько умельцев, которые пытаются постоянно что-то реформировать. Вот, у нас действительно делается реформа, вот некий фасад такой, скорее всего, для мировой общественности, что у нас якобы демократическая страна, достаточно такая, да, свободная. А на самом деле, лишая, вот я поддержу Владимира Васильевича, практически людей выбирать, избираться, быть избранными, вот, и выстраиваться уже в избирательной системе некая вертикаль, которые будут управлять в ручном режиме, значит, вот исходя из этой реформы, а, губернаторы, которые напрямую сегодня и подчиняются, и назначаются у нас президентом, значит, и, б, основную массу населения, я имею в виду, ну, думающую, да, или активную, ее практически лишат возможности избирать тех депутатов, и если даже они будут избраны в первый уровень власти, да, то в следующий уровень по этой реформе уже в городскую думу эти депутаты не пройдут, вот, и я думаю, что через несколько лет мы увидим однопартийную систему, в которой мы уже жили несколько десятилетий, да, и ни для кого не секретно, Да, наверное, многие радиослушатели догадываются, какая это будет партия, да, и все высшие органы законодательной власти у нас в городах, значит, в районах, они будут состоять из депутатов одной политической партии, ну, то есть практически не будет ни обсуждения, ни дискуссий, да, а будут... Я думаю, что оно в последние годы появляться начало, да, вот я вам скажу на примере Кирово-Чепецкой думы, районной думы Кирово-Чепецкой, в Кировской городской думе сегодня есть, пусть небольшая оппозиционная фракция депутата, но это количество уже там больше десяти человек, да, А, значит, и некоторые депутаты от оппозиционных партий достаточно очень много вещей нелицеприятных для власти высказывают, по крайней мере, да, вот, поэтому ростки вот эти начали появляться, я думаю, что они будут уничтожены вот именно этой муниципальной реформой. А как вы думаете, почему пацанам не пришло в голову, например, чтобы депутаты Госдумы, например, выбирали президента, ведь до сих пор у нас вроде бы как вот это такая незыблемая такая штука, да, что президент это тот человек, которому должно доверять большинство, собственно говоря, россиян, и было бы нечестно и неправильно выбирать его каким-то меньшинством, да, то есть у нас до сих пор все общие вопросы, почему не сделать? Честно сказать, пацаны из Госдумы, которые, про которых вы говорите, они встроены в эту вертикаль, в жесткую власть президентской системы, и у нас главный человек, он определяет систему. Я неоднократно говорил, к огромному моему сожалению, что вот орган власти, законодательный, высший Государственной Думы, он, к огромному сожалению, ну, практически наполовину атрофирован, потому что, ну, не принимает решения без сигналов или импульсов, как это у нас сейчас можно модно называть, да, сверху. Поэтому, вот, наверное, у нас и выходят такие, ну, не побоюсь этого слова, непрофессиональные, значит, законопроекты или внесение изменений уже в действующие законы, там, о муниципальных органах власти. А это вот какой-то уже симптом, да, вот давайте вспомним, несколько месяцев назад Справедливая Россия и в Госдуме, и по регионам начала некое движение по внесению проекта закона о прямых выборах мэра, да, то есть мы говорили о том, что у нас сохранены приблизительно в половине городов прямые выборы мэра, и хорошо бы в остальных, хотя бы крупных городах, мы бы к этому пришли. И вот эти движения, они вот привели вот сюда, да? Нет, Лен, вот вы слышали сами, значит, апеллировав к опросу, да, практически, насколько я понял, 100% радиослушателей или опрошенных людей высказали за прямые выборы. Я считаю, вот, глубоко убежден в этом, что это самые качественные и правильные выборы. Про Справедливую Россию скажу, что этот законопроект действительно вносился. Группой депутатов, в том числе одним из инициаторов был я. Он в очередной раз был отклонен Государственной Думой. И в следующие выходные, в субботу в Нижнем Новгороде, мы собираем депутатов достаточно там многоуровневых и муниципалитетов, и Государственной Думы. Будем говорить опять о возможности и формировать, что называется, общественное мнение по прямым выборам мэров, городов, крупных городов. Ну, у нас законопроект от 30 тысяч городов. Хотя я считаю, что прямые выборы должны быть во всех... А чего его формировать-то, общественное мнение? Оно вот есть. Его даже и формировать не надо. Оно, я вас уверяю, совершенно очевидно. Понимаете, оно есть, а общественное мнение, ведь оно разное бывает. Бывает общественное мнение на кухне, значит, когда обсуждаются вопросы, а бывает общественное мнение, когда люди выходят и инициируют референдумы, допустим, и активно борются за такие вещи, как возможность прямых выборов. Это Пленум. У меня есть несколько серьезных вопросов. Я сейчас дам слово Владимиру Васильевичу, а мы приведемся на рекламу очень коротко. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Ничего, ничего, ничего. Ничего, ничего, ничего. Сабля, пуля, штыки, все равно. Ты родимая, да ты дождись меня, и я приду. Пленум с Еленой Шмулевич. Это Пленум. Я напоминаю, что сегодня участники Пленума Сергей Александрович Доронин, депутат Государственной Думы, и Владимир Васильевич Крешетов, глава города Кирова-Чепецка. Я очень благодарна за то, что они пришли. Мы обсуждаем муниципальную реформу, кому она нужна, кому она выгодна, какие плюсы и минусы. Пока что мы плюсов не нашли, как я понимаю, мы сейчас их поищем. И да, Владимир Васильевич только что в перерыве сообщил мне о том, что никакого общественного мнения нет и быть не может. И вообще указал на то, кто его, собственно говоря, формирует. Не я, Владимир Васильевич, уверяю вас, не я. Я вообще не считаю, что это какое-то... Что оно существует. Достаточно мнения каждого человека. Так вот, мнение каждого отдельного человека, на самом деле, которое мы услышали, заключается в том, что мы хотим выбирать мэров сами. И не только потому, что это какое-то декларативное право наших прав, свобод и так далее. А мы начали говорить о том, как это происходит за рубежом, как управляются муниципалитеты. Так вот, я вам скажу одну вещь. Как только людям что-то не нравится, а все решения принимаются практически сообща. Но если людям не нравится то, как выполняются их решения на вот этих сходах там, да, и общественных вот этих всех коммунальных собраниях, да, коммуны когда-то собирается, то человека, который это не выполняет, немедленно отправляют в отставку. Он тут совершенно никому не нужен. И это как раз вторая и главная часть истории того, почему нас лишают прямых выборов. Если мы этого не выбирали, то, извините, мы не имеем права его и отозвать. Вот не наше, это собачье дело. Вот кто назначал, тот и будет решать, хорошо ли работает этот человек. А вовсе не жители города, которым, собственно, этот человек управляет. Да, Владимир Васильевич? Так мы же говорили. Мы же уже об этом говорили, что это вообще чушь собачья. Говорили о том, что те, кем управляют, мы часто любим повторять, люди достойны той власти, которую вот они заслужили, да. Ну вот пусть они ее заслужат, пусть они изберут эту власть-то сами. А говорят, нет, вообще-то они достойны той власти, той власти, которую заслужили. Так вот, той власти, которую они научились или позволять для себя. Ну, все позволяли. Нам перекрыли систему референдума, мы проглотили. Правда? Проглотили? Проглотили. Нам еще что-нибудь придумают, мы еще проглотим. Нам много чего. Нам ЖКХ, систему. Значит, за мусор мы платим с квадратного метра, потому что это ушло от коммунальных услуг, в жилищные услуги. Придумали, кто-то придумал, глотаем, глотаем, не нравится. Уже 10 лет, вот и противление идет, и масса публикаций по этому делу, споров и прочее. Изменилось что-нибудь? Не, не изменилось. Не изменилось. Ну и здесь мы с вами... А мы можем изменить-то, Владимир Владимирович? Мы должны изменить. А вот как? А вот как? А вот если мы начнем соглашаться с теми, не успели проглотить одну реформу, навязывают вторую и говорим, хорошо, завтра принесем веревки. Мы с вами не согласны. Вот тут выяснилось, что мы все втроем не согласны. Я правильно поформулирую, Сергей Александрович? Вы тоже не согласны? Я не согласен. Владимир Васильевич не согласен. И мне тоже это все не нравится. Так вот, что мы втроем должны сделать? Лена, я думаю, что могут подключиться здесь к обсуждению, а как раз данный законопроект 13 марта 2014 года, после выступления в Государственной Думе инициаторов этого проекта, был спущен на обсуждение законодательные органы власти всех регионов. Ну, у нас же здраво депутаты многие. Я считаю, что мы должны обсуждать эти вопросы. И я надеюсь, что депутаты законодательного собрания Кировской области подпишутся и резюмируют, что это совершенно выхолощенная система предлагается, и от нее необходимо сегодня отказываться и работать по той системе, которая была предложена нам, в которую уже включились многие и главы, и муниципалитеты, и на местах людей. И она более-менее понятна сегодня избирателю. Я считаю, что она нормальная система. Еще раз повторюсь, вопрос не в том, по какой технологии избирает. Вопрос в том, как избирает. Вот это самое важное. То есть не должна телега впереди лошади бежать у нас. А у нас, к сожалению, вот это происходит. А вот вы правда сейчас то, что сказали, вы правда думаете, что депутаты у нас примут решение о том, что нужно отклонить предложение Госдума, да, и вот, ну... Ну, я надеюсь, что вот в последнее, в последнее событие, и вот последний год работы законодательного собрания достаточно много дискуссионных каких-то вопросов обсуждается, и депутаты уже стали посмелее даже от партии власти, высказывая мнение, которое совершенно отличается от мнения, так скажем, руководства партийного. Я думаю, что будет горячий спор, хотя вот на сегодняшний день пока на обсуждение ЗАГС собрания этот вопрос не был вынесен. Хотя месяц назад практически его запустили в регионы, но я понимаю, что в самой системе исполнительной власти серьезное противоречие как раз по этому закону. Вот честно скажу, две недели, ну, не каждый день там по несколько часов, но уделял время, да, вот система выстроена многоступенчатой, она достаточно сложная. Представляете, выбирает депутатов муниципалитеты в поселковую думу, я на примере района говорю сейчас, они делегируют депутата в районную думу, параллельно главы муниципальных образований тоже входят в эту думу, то есть 50% формируется из глав, 50% от депутатов. Ну, понимаете, это достаточно сложная система, чем была плохая система, когда от каждого муниципалитета напрямую избирались депутаты в районную либо городскую думу. А мне кажется, такая аналогия сказки, знаете, вот этот Иван должен сначала, Царевич, трое сапог сносить, потом там, то есть дойдут самые настойчивые коммуниципалы. Я думаю, что, знаете что, вот еще, Владимир Васильевич, секундочку, вот я думаю, что данная система, она приведет, а, значит, к увеличению чиновничьего аппарата, потому что, естественно, в каждой думе сегодня же будут организованы думы районные, вот в городе Кирове будет несколько районов, будут опять депутаты, будут там штат определенный, секретари, автомобили, кабинеты, кабинеты, значит, безумные принтеры, телефоны, факсы, мобильная связь. Ну, все это ляжет в конечном итоге на плечи простых обывателей, то есть наших граждан. И я думаю, что, ну, несколько десятков, как минимум, миллионов рублей из областного бюджета, Владимир Васильевич, может быть, он меня поправит, потому что он более человек, как бы, в этой власти, значит, работающий, профессионально. Местными цифрами оперирующий. Да, оперирует. Но я думаю, несколько десятков, нет, несколько десятков миллионов рублей областной бюджет будет тратить на вот эту вновь избранную вертикаль законодательной власти. А что-нибудь хорошее-то в этой реформе? А кто-то из классиков сказал, что в России нет ничего невозможного, кроме реформ. Знаете, хорошее тоже есть. Я вам скажу. Хорошее то, что этот закон обходит такой город, как город Кирово-Чапецк. Мы по параметрам не входим в эти реформы, понимаете? У нас все на прежнем уровне пока остается. Вот это хорошее. Да. Хорошее новость. Мы вас поздравляем. Спасибо. Мы, может быть, подумаем, как присоединиться к вам. Закон минует. Киров может присоединиться к Кирово-Чапецкому? Он минует. Он минует вот такие города по численности. То есть речь идет все-таки о больших городах. О крупных городах, о районах, поселениях городских до определенного численности. У нас немного осталось времени, буквально 3 минуты, поэтому давайте резюмируем все, что мы сказали. Вот первое все-таки мне очень понравилось, что мы решили, что вот как-то нужно сопротивляться. Я не знаю, как к этому отнесется народ, который, в общем, занят делами. Ну, то-се, да, какие-то там работы, дети, школа, дача. Но, однако же, я надеюсь, что все-таки это сопротивление будет выражено, возможно, и депутатами законодательного собрания. Я согласна, Сергей Александрович, что здравые мысли там появляются все чаще. И да, скажем, такие разные. Я не буду говорить, что раньше их здравых не было, но мнения становятся разными. Это заметно. У меня вопрос. Есть ли наше законодательное собрание? Есть ли несколько других законодательных собраний или городских дум? Как это сделали уже Гордум и Екатеринбург, я уже говорила, и Казани, которые заявили, что это решение неконституционное. Есть ли они с этим выступят? Вот, знаете, ситуацию внутри Государственной Думы. Считаете ли вы, что это повлияет на решение депутатов? Или вот все-таки большинство голосует так, как решено, как вот мы? Я не просто считаю, я уверен в том, что будет достаточно жаркая дискуссия, потому что и среди тех, кто принимает и предлагает вот эту реформу очередную, да, уже появились люди, которые начинают колебаться, да, потому что, ну, вот, значит, написали, прочитали, и сейчас начинают понимать, что вопросов больше, нежели ответов, да. Поэтому надеюсь все-таки на здравый смысл и надеюсь на то, что более 50% субъектов дадут отрицательное свое заключение. Я имею в виду законодательное собрание субъектов Российской Федерации, и закон либо отправят на доработку, да, как это бывает часто, либо его положат под сукно, но я надеюсь все-таки, что он будет положен под сукно, либо сожжен в какой-то топке. Как неэффективный и ненужный вот на сегодняшний день, я считаю, у государства достаточно других проблем, и необходимо, значит, свою силу приложения там в реформировании экономики, значит, сельского хозяйства, уголовного кодекса. Я думаю, что вот там непочатый край работы, и там необходимо депутатам Государственной Думы приложить свои усилия. Вот смотрите, один из плюсов, о которых говорят инициаторы реформы, да, этой так называемой, это то, что местная власть должна стать ближе к человеку. У меня в связи с этим вопрос. Ближе в каком смысле? Это как-то повлияет на финансирование, допустим, вот этих маленьких районов или поселений, да? То есть у человека будет больше возможности распоряжаться деньгами в пользу жителей. Или что? Или он просто будет ближе, ему придут морду набьют за то, что дороги нет, условно говоря, да? Потому что он теперь виноват в этом. Вот не глава города? Он всегда был виноват. Глава города и местная власть виноват. Нет, вот этот вопрос, он справедливый, Леночка, но это только к изобретателям этого закона. У них или поразительный этот дистанционный дальтонизм какой-то, да? Они километра от сантиметра не могут отличить, или что? У них что сантиметр, что километр. Было поблизости, я условно, метр, сделали километр. И говорят, километр – это ближе, ничем метр. Всё с ног на голову. Откуда ближе-то? Ну, откуда ближе? Если вы не избираете, он не избирает, я не избираю, как это выбранное создание, кем-то выборное, становится мне ближе? От какого места, простите? Власть ближе не становится. На этой оптимистической ноте я вынуждена закрыть наш пленум, поблагодарить его участников. Я напоминаю, что у нас в гостях был Сергей Доронин, депутат Госдумы, Владимир Крешетов, глава города Кирово-Чепецка. Большое спасибо. Это было пленум с Еленой Шумилеевичем. Ничего, 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 сабля, пуля, штыки, всё равно, ты, родимая, да ты дождись меня, и я приду. Пленум с Еленой Шумилеевич.